Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Сегодня стало известно, что Польша уже начала готовиться к военным действиям на границе с Украиной, Россией и Белоруссией. А вы только посмотрите на этот пакетик, чего тут только нету. И консервы, и колбаска, и сахар, и все, что только душа пожелает. Не стесняйтесь, идите, не пожалеете. В стране победившего путинизма пенсионерам раздают продуктовые наборы за обещание проголосовать за Путина. Пенсионерка из Нового Оскола Белгородской области поблагодарила губернатора Гладкова и пересидента Путина за помощь. Сегодня сыта я, а завтра вся Россия, говорит женщина. Сегодня получила подарок от нашей администрации за то, что согласилась проголосовать за Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. Поэтому прошу вас всех, кто только любит подарки от Владимира Путина и Вячеслава Гладкова, прийти в администрацию по адресу улица 1-го мая 4 и получить свой пакетик с продуктами. Делать ничего не надо, только получить свой талон и пакетик и сказать, что вы голосуете за нашего президента и любите Россию. Сегодня я буду с этой, а завтра будет с этой вся Россия. Гребаный позор. Россию за президента! Рашисты не унимаются и продолжают постить фейк об ударе по Селидова. Якобы сегодня утром российские войска нанесли удары скандерами по скоплениям ВСУ в Донецкой области. Вначале командир батальона Барселона Шарий, а за ним и другая помойка телеграм-канал МЭШ, распространили информацию, что в результате удара погибли около полутора тысячи украинских солдат, которых готовили для подкрепления в Авдеевку. Откуда взялась эта ДЭЗа? Из фейкового телеграм-канала «Герои 35-я бригада ЗСУ». Ни один из представителей 35-й бригады Вооруженных сил Украины не имеет ни малейшего отношения к этому телеграм-каналу. Это помойка, созданная для проведения ИПСО. Чего вполне хватило для телеграм-каналов Шария и МЭШ, аудитория которых составляет суммарно более 3,5 миллионов человек. Вскоре к данной ДЭЗе подключились и Подоляка, и автор телеграм-канала «Рыбарь» Звинчук, и так называемые военкоры Котинок, Коц и им подобные. Командующий группировкой войск Таврия Александр Тарнавский назвал российской дезинформацией новость о потерях в рядах ВСУ Подселидова в Донецкой области. «Это российская информационно-психологическая специальная операция», – написал Александр Тарнавский. Подобным образом российская армия отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на таврическом направлении. Только за прошедшие сутки потери россиян составили 645 человек, а с 5 по 11 февраля – 2947 оккупантов. Несмотря на огромный наплыв троллей под одним из наших предыдущих видео на эту тему, никаких фактов, подтверждающих распространенную дезинформацию, расисты не предоставили. Впрочем, ничего нового. Но уже все, уже посыпалась вся эта история, штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Возможно, стоит задаться вопросом, а почему я так ненавижу Путина? Путин когда-нибудь называл меня расистом? Он угрожал уволить меня за несогласие с ним? Он пытается уничтожить христианство? Он ест собак? Это справедливые вопросы, и ответ на все из них нет. Владимир Путин ничего этого не сделал. Российские спецслужбы реализовали информационно-психологическую акцию по интеграции Путина в глобальное информационное пространство. Интервью кремлевского вождя, одиозному американскому пропагандисту Такеру Карлсону, специализирующемуся на продвижении теорий заговоров, безусловно, нашло своего потребителя. Как в советское время рапортовали о приросте выплавки стали чугуна, либо удоев коров, так сейчас пропагандистские ресурсы сообщают о невероятных цифрах просмотров монолога Путина, набравшего около 150 миллионов просмотров. Как это можно себе представить? Цифра кажется большой, но в эпоху клипового мышления указанная статистика мало о чем говорит в разрезе проникновения тезисов в умы аудитории. Нужно подчеркнуть, что сейчас видео смотрят в среднем длиной в одну-полторы минуты. Соответственно, едва ли полностью двухчасовой трёп военного преступника посмотрели более-менее полностью хотя бы пару миллионов человек. Потому ажиотаж вокруг интервью искусственно завышен. Давайте сразу обозначим. У нас с вами ток-шоу или серьёзный разговор? У нас с вами проплачено интервью. Ну, значит, серьёзный разговор. На фоне этого никто не интересуется, в какую сумму обошёлся визит Карлсона в Москву. И здесь явно американец не действовал как бессребренник, а вытащил миллионные суммы своего гонорара из карманов налогоплательщиков РФ. Пап, а что значит затянуть пояса? Это значит меньше есть и больше работать. И что, все затянут пояса? Не, сынок, кроме тех, кто говорит об этом. В разрезе путинских посылов глобальному Западу следует констатировать углубление идейного кризиса позднего путинизма. Страну завели в тупик отчуждения. Дефицит понимания будущего России не может быть компенсирован пространными историческими экскурсами. У меня есть письма Богдана Хмельницкого, которые он лично передавал Сталину через австрийский генштаб. Четверть времени своего монолога с Карлсоном Путин пытался доказать актуальность подходов 15-18 веков к решению геополитических задач современности. Они все переведены на русский. На русский? А с какого они переведены языка? Ну, с украинского, наверное. С какого же еще? Экскюзме, а откуда взялся украинский язык, если вы утверждаете, что Украины тогда не существовало? Всем же все понятно. Он видит себя продолжателем дела российского империализма, реализуемого российскими царями Иваном Грозным, Петром Первым и Екатериной Второй. Иными словами, стремится легитимизировать свое пожизненное правление экспансионистской миссией. Приемник Рюрика. Ну, я прошу прощения, да? Ну, так было. Очень тесные связи были. Свою захватническую войну против Украины Путин по старинке объясняет мифом о борьбе с виртуальным нацизмом. При этом в его голове это сосуществует с параноидальным бредом о том, как Польша в 1939 году заставила Гитлера на себя напасть. Это же Польша вынудила Гитлера на нее напасть. Всем же все понятно. Ведь вспомните, в 1939 году Гитлер неоднократно упрашивал Польшу мирно отдать Германии свои территории. Ну, так сказать, сделать жест доброй Польши. А эти жадные поляки, представляете, отказались. Кто тут виноват? Ну, точно не Гитлер. Он тут как раз жертва обстоятельств. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Невиданная ахинея, которая реабилитирует нацизм, до основания обрушает всю глобальную архитектуру безопасности в рамках ООН. Ведь по логике агрессивного маньяка нужно быть сговорчивым к диктату сильного. Президент России прямым текстом говорит, что Гитлера вынудили начать войну поляки. Похоже на реабилитацию нацизма, верно? По крайней мере, эти слова Путина звучат куда серьезнее, чем, например, поступок Алены Агафоновой, в шутку пощекотавшей на видео грудь монумента «Родина-мать». На Алену, кстати, завели уголовное дело о реабилитации нацизма и задержали. Следующим этапом было бы оправдание Путиным нападения Третьего Рейха на СССР, назвав его вынужденным превентивным шагом. Вероятность всего, что другого выхода просто не было. Я думаю, что это был крайний вынужденный шаг. Еще один тезис касается спекуляции о том, дескать, Украина свою территорию с барского плеча России утащила с собой. Там было 3-4 современных области Украины. Никакого причерноморья там и близко не было. Если и дальше будут продолжаться подобные спекуляции, то Беларусь и Казахстан – следующие мишени для вторжения РФ. А совсем не страны НАТО. У нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Одновременно кремлевец признает свою неспособность достичь цели агрессии. И подспудно посылает сигналы о готовности договариваться, если ему дадут возможность сберечь свою шкуру. Давайте будем договариваться. Мы же не отказывались от переговоров. Путина интересует отмена ордера Международного уголовного суда на его арест. Данный документ парализует внешнюю политику России, отталкивая от нее нормальные страны, принуждая довольствоваться обществом Северной Кореи и Ирана. Так ну ничего, нормально чего уж теперь. В таком кругу претендовать на роль глобального гегемона нельзя. Российские спецслужбы сигнализируют Кремлю, дальнейшая эскалация войны не принесет желаемого результата, а наоборот будет подрывать режим. Любой ценой следует искать альтернативный вариант выхода из сложившегося опасного положения. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Исходя из этого, растет российская элитная группировка, ищущая замену неконструктивному Путину, который заигрался и своими телодвижениями только усугубляет положение. Если вернуться к адекватности, то ведь понятно, сломать через колено весь мир не получится. Наоборот, может развалиться российский правящий костяк. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Это правда. К такому варианту необходимо готовиться уже сейчас. Похоже, из-за этого страха было организовано обращение к Западу, демонстрирующее умеренные грани кровавого диктатора в преддверии второй годовщины проигранной войны. Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Если коротко пересказать, то отмашку на новый госпереворот пока не дают ни Зеленскому, ни Залужному. Салливан заявил, что Вашингтон якобы не станет вмешиваться в возможное решение, потому что на Залужного, велика вероятность, делают ставку республиканцы, а демократов устраивает конкретно Зеленский, готовый воевать с Россией до последнего украинца. Источник РИА новостей сообщает, что Британия предлагает тайно отправить на Украину целый корпус НАТО. План Лондона заключается в том, что на Украину как бы незаметно перебросят НАТОвские силы из соседних Румынии и Польши. Корпус НАТО займет рубежи по правому берегу Днепра и над правобережьем установят бесполетную зону.